Ну что, рассказывай нам. Это последнее видео Саши Даманина, сделанное за два дня до его гибели. Мальчик очень любил младшую сестренку, постоянно с ней нянчился. 24 июня прошлого года был обычным жарким днем. Саша, его сестра и двое соседских девчонок, как и многие другие односельчане, отправились купаться на речку. Он плавал как дельфин. Он вырос на месте, и он на течении на таком плавал. А здесь, чтобы он в этой лужи утонул, никогда. Я бы не подумал, я сам сначала не поверил. Поток реки здесь не бурный, но девочки 10 и 12 лет, видимо, заигрались в воде и попали на глубину. Испугались, стали звать на помощь. Ну, а я кричала, звала всех на помощь, чтобы они вытаскивали его из воды. А люди как-то реагировали? Ну, как, в основном молодые люди. Которые там были, в основном они отреагировали, а которые были взрослые, и они просто стояли и ничего не делали. Не задумываясь, Саша прыгнул в воду. Успел вытолкнуть одну девочку. Но, видимо, другая задела ногой, и у него перехватило дыхание. Успев вытолкнуть ее тоже, мальчик сам стал тонуть. Пока его самого вытащил мужчина, прошло 15 минут. Потом прибегает Ромка, тут пацан со слезами. Идя, Женя, Сашка утонул. А, захлебнулся. Ну, он толком не может сказать, или утонул, или захлебнулся. Но я быстренько выгнал машину, приехал на берег. Там уже Сашку вытащили, доктор откачивал. Не, я даже говорить не буду, потому что я вспомнился. Это у нас уголок, посвященный Саше. Мы его помним, и для этого сделали уголок, чтобы не только мы, но и другие дети знали, какой Саша у нас герой, что он спас. Для всех случившееся было шоком. Правда, что ли, хороших забирают всегда рано. Ни один человек не сказал о мальчишке плохого. Добрый и безотказный, и дома, и в школе. Лучший друг Сашин с самого детства Мишка с трудом борется со слезами. У меня сразу слезы начали накатываться. Как так, почему случилось так, я не мог понять вообще, почему это случилось именно с Сашей. То, что герой, то герой. Геройский поступок. Я думаю, что не каждый из нас может совершить такой геройский поступок. Но я не думал, что Саша в то время думал, что так получится в жизни. Как будто как одну руку отрезали. Одной рукой что-то пытаешься сделать, что-то делаешь, но все равно не хватает второй. Такая ситуация. На могиле Саши Доманина всегда цветы. Сюда не сговариваясь, кроме родителей, 1 сентября в день рождения и смерти приходит весь класс. Меньше всего хотелось бы рассказывать про один, если можно так сказать, нюанс в этой истории. Здесь, на могиле, никогда не бывали родители девочек, которых он спас. Да и сами девчонки. И, как утверждают Доманины, ни разу не сказали им спасибо. Впрочем, и у нас диалога тоже не получилось. Год с лишним прошел. Зачем это все тревожит? Дети давали. Как бы не было, но все равно ему тяжко жалко. Ну а что мы? Можем было ли заниматься с ним? Я сама бы легла. А что сделаю? Так вот получилось. У девочек до сих пор стресс, сказали родители. И эта тема закрыта. Дома у Саши хранится медаль фонда социально-культурных инициатив «Светлана Медведева и горячее сердце» и почетная книга героев, где описан его подвиг. От Саши остались добрые и светлые воспоминания друзей. Но он уже все это никогда не увидит и не услышит. Наталья Кечина, Владимир Антонов. Новости ТВК из Новоселовского района.